Слово второе, 190, об Акили и Прескили, и о том, что не должно худо говорить о священниках Божиих. Убедились ли вы, что не должно считать излишним ничего из находящегося в Божественном Писании? Научились ли тщательно исследовать и надписи, и имена, и простые приветствия, написанные в Божественных изречениях? Я думаю, что уже никто из родолюбивых не позволит себе пропустить без внимания какие-нибудь слова, помещенные в Писаниях. Будет ли то пересчисление имен, или счет лет, или простое кому-нибудь приветствие? Впрочем, чтобы это убеждение было тверже, займемся и сегодня остальной частью приветствия Прескили и Акили. Самое вступление к нему доставило нам немало пользы. Оно научило нас, какое добро труд, и какое зло праздность, и какова была душа Павла, как бдительно и заботливо оказывая великое попечение не только о городах, племенах и народах, но и о каждом отдельно верующем. Оно показало, что бедность нисколько не служит препятствием к гостеприимству, что везде нужны не богатство и деньги, но добродетель и благочестивое расположение души, и что славнее всех люди, имеющие страх Божий, хотя бы они были доведены до крайней бедности. Так при Скилу и Акилу, с кинотворцев и ремесленников, притом живших в бедности, мы теперь ублажаем больше всех царей, облеченные почестями и властью, проходят молчанием, а с кинотворец с женою прославляется во всей вселенной. Если же здесь они пользуются такой славой, то представь, каких воздаяний венцов удостоятся они в тот день последнего суда. Но и прежде того дня немало и удовольствия, и пользы, и славы получили они, прожив столько времени вместе с Павлом. Как я говорил прежде, так и теперь скажу, и не перестану говорить, что не только учение или увещание и совет, но и самый вид святых доставлял много удовольствия и пользы, и даже самое употребление одежд и самый рот обуви. Подлинно много пользы происходит для нашей жизни от того, чтобы знать, в какой мере они пользовались необходимым. Они не только не выходили из пределов нужды, но иногда не пользовались и всем самым необходимым, а жили и в голоде, и в жажде, и в наготе. Так Павел заповедуя ученикам говорил, имея пищу и одежду, будем довольны. 1 Тим. 6.8 О себе самом говорит. И до ныне алчим, и жаждим, и терпим наготу, и страждим. 1 Коринфянам 4.11 Но в то же время, как я говорил, мне пришло на мысль нечто заслуживающее исследование, о чем и необходимо сказать теперь. Что же это такое? Я говорил, что и вид апостольских одежд доставлял нам великую пользу. Но между тем, как я говорил об этом, мне пришел на мысль закон, который дал Христос апостолам, и который говорит, не берите золота, серебра, ни меди в поясах ваших, не носите ни обуви, ни жезла в путь. А между тем, оказывается, что Петр имел сапоги. Так, когда ангел пробудил его от сна и выводил из темницы, то сказал ему, опояшься и обуйся и надень одежду твою, иди за мною. Диане 12.8 И Павел в послании к Тимофею говорит, плащ, который я оставил в Траде у Карпа, принеси мне и книги, особенно кожаные. 2 Тимофея 4.13 Что говоришь ты? Христос заповедовал мне иметь и сапогов, а ты имеешь и филонь, а у другого есть и сапоги. Если бы это были люди обыкновенные, не всегда повиновавшиеся учителю, то здесь не было бы вопроса. Но так как они предали ему души свои, были верховными и первыми из учеников, и во всем повиновались Христу, а Павел не только исполнял заповеданное, но и восходил выше назначенных пределов. И тогда как Христос заповедовал жить от благовестия, он жил трудами рук своих и таким образом делал нечто больше заповеданного, то действительно достойно исследования, почему они во всем повинуясь Христу, в этом случае, по-видимому, нарушают закон его. Нет, они не нарушают его. Речь об этом будет нам полезна не только для оправдания тех святых, но и для заграждения уст язычникам. Многие разоряющие домы вдовиц, лишающие одежды сирот, присвояющие имущество всех, по настроению своему нисколько не лучше волков, живущие чужими трудами, видя иногда некоторых изверных по болезни телесной одетыми в несколько одежд, тотчас указывают нам на закон Христов и говорят такие слова. «Не заповедовал ли вам Христос не иметь двух одежд, ни сапогов? Как же вы нарушаете постановленный на это закон?» И потом, сильно посмеявшись и похохотавши, и наругавшись над братом, уходят. Поэтому, чтобы этого не было, обуздаем теперь и их бесстыдство. Конечно, можно было бы избавиться от них, сказав только следующее. Что же именно? А вот что. Если ты считаешь Христа достойным веры, то справедливо представляешь это и спрашиваешь у нас. Если же ты не веришь Ему, то для чего указываешь на законы Его? На самом же деле, когда ты хочешь осуждать нас, то Христос кажется тебе достойным веры, законодателем. А когда нужно поклоняться и удивляться Ему, то не оказываешь никакого уважения к общему владыке Вселенной. 192. Но чтобы они не подумали, будто мы говорим это по невозможности защищать, приступим к самому решению вопроса. Какое же будет решение? Для этого нужно посмотреть, кому и когда и почему Христос заповедал это. В самом деле, не только самые сказанные слова надо было рассматривать, но и лицо, и время, и причину. И все это должно тщательно исследовать. Рассматривая внимательно, мы найдем, что это заповедно было не всем, но одним апостолам. И им не навсегда, но на некоторое определенное время. Откуда это видно? Из самих слов Господа. Призвав двенадцать учеников, он сказал им, Матфея 10, 5-9. Сих двенадцать послал и заповедал. На путь к языщикам не ходите. И в город Самарянский не входите. А идите наиболее к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же проповедуйте, что приблизилось царство небесное. Больных исцеляйте, пропкаженных очищайте, мертвых воскрешайте. Бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои. Ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха. Ибо трудящийся достоин пропитания. Посмотри на мудрость учителя. Как он сделал заповедь легкую. Сначала он сказал, болящих исцеляйте, прокаженных очищайте, бесов изгоняйте. И щедро даровал им свою благодать. А потом заповедал это, обилием знамений делая легкой и удобной эту бедность. Но не отсюда только видно, что им одним была дана указанная заповедь. Но и из многого другого. Так, тех дев Господь наказал за то, что они не имели или в светильниках своих. И других он осуждает за то, что они видели его алчущим и не напитали, видели жаждущим и не напоили. А у кого нет ни меди, ни сапогов, а одна только одежда. Тому как возможно было напитать другого? Как одеть нагого? Как ввести в дом бесприютного? Кроме этого, то же самое будет ясно видно и из другого случая. Когда некто подошел и сказал, учитель, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? И когда Христос перечислил все заповеди закона, а тот, продолжая спрашивать, говорил, что все это я сохранил от юности, чего же мне не достает? То он сказал ему, если хочешь быть совершенным, иди продай имение твое и разай нищим и следуй за мною. Матфея 19, 16. Если бы бедность была законом и повелением, то надлежало бы с самого начала сказать это и постановить законом и предписать в виде повеления, а не высказывать в виде совета и увещания. В самом деле, когда он говорит, не берите золота, ни серебра, то говорит, как повелевающий. А когда говорит, если хочешь быть совершенным, то говорит, как советующий и увещевающий. А не одно и то же советовать и давать закон. Кто дает закон, тот желает, чтобы предписано непременно было исполняемо. А кто советует и увещевает и представляет на воле слушающего избирать то, о чем говорит, тот делает слушателя властным принять и не принять. Поэтому он не просто сказал, иди продай имение твое, чтобы ты не считал этих слов законом, а как, если хочешь быть совершенным, иди продай имение твое, дабы ты знал, что это дело зависит от воли слушающих. Итак, что та заповедь дана была одним апостолом, ясно видно отсюда. Но разрешение вопроса мы еще не нашли. В самом деле, если и одним им это было поставлено в закон, то почему они, получив заповедь, не иметь ни сапогов, ни двух одежд, оказывается имеющими, один сапоги, а другой еще лонь. Что сказать на это? То, что и их Христос не навсегда подчинил этому требованию закона, но намереваясь идти на спасительную смерть, он освободил их от этого закона. Откуда это видно? Из самых слов Спасителя. Когда он готовился идти на страдания, то призвав их, сказал, Лука 12, 35, «Когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?» Отвечали они, «Ни в чем». Тогда он сказал им, «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, а также и сумму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч». Но, может быть, кто-нибудь скажет, «Апостолов, ты действительно оправдал этими словами, но теперь требуется объяснить, почему Христос давал противоположные заповеди. То говорил, не берите мешок, то повелевал, если имеете, продайте». Так же и мех. Почему же он так поступил? Согласно с его премудростью и попечительностью об учениках. Вначале он заповедовал им первое, чтобы они самым делом и опытом узнали силу его. И, узнав, смело пошли потом по всей вселенной, когда же они достаточно узнали силу его. То он хотел, чтобы они показали собственную свою доблесть. Не хотел до конца пестовать их, но часто дозволял и попускал впадать им и в искушение, чтобы они не оставались навсегда без упражнения. Как учители плавания, сначала подложив свои руки, с великой тщательностью поддерживают своих учеников, а спустя один, два или три дня, часто отняв свою руку, приказывают им самим поддерживать себя, а иногда попускают им и немного погружаться и хлебнуть немало воды. Так точно и Христос поступил с учениками. Вначале и при первых шагах он не попустил им потерпеть ни малого, ни великого, но везде был присущ им, ограждая и охраняя их, и все предоставляя им в изобилии. А когда надлежало им показать и собственное мужество, то он несколько сократил свою благодать, заповедовав им совершать многое и собственными силами. Поэтому-то, когда они не имели ни сапогов, ни пояса, ни посоха, ни меди, то не терпели ни в чем недостатка. Когда я посылал, говорит он, вас-то имели в чем-либо нужду, а они же, отвечая, сказали, ни в чем. А когда он заповедовал им иметь и влагалище, и мех, и сапоги, то они оказываются и алчущими, и жаждущими, и наготующими. Отсюда видно, что час он попускал им и подвергаться опасностям, и терпеть бедствие, чтобы они заслужили какую-нибудь награду. Так и птицы поступают со своими птенцами. Пока у тех перья нежные, они, сидя на гнезде, согревают их. А когда увидят, что они оперились и могут растекать воздух, то сначала приучают их летать около самого гнезда, а потом ведут и далее, сначала следуя за ними и поддерживая их, а после того предоставляя им собственным их силам. Так поступил и Христос, воспитывая учеников в Палестине, как бы в гнезде, когда же научил их летать при себе и под своим руководством, то, наконец, впустил их лететь по вселенной, заповедав им во многих случаях находить помощь самих себе. А что это справедливо, и что для того, чтобы они узнали его силу, он лишил их всего, послал их в одной одежде, повелел идти без сапогов, это мы ясно увидим, выслушав самую речь его. Он не просто сказал им, возьмите влагалище и мех, но напомнил им о прежнем, сказав так, когда я посылал вас без сумы и меха, то имели в чем-либо нужду. То есть, не все ли было у вас без всякого недостатка? Не пользовались ли вы великим изобилием? А теперь я желаю, чтобы вы и сами подвязались, желаю, чтобы вы испытали и бедность. Поэтому уже не подчиняю вас требованию прежнего закона, но позволяю иметь и влагалище, и мех, чтобы не подумали, что я действую через вас, как через бездушное орудие, но чтобы и вы могли показать собственное любомудрие. 194. Что же скажешь? Разве небольшая обнаружилась бы благодать, если бы они постоянно так жили? Но в таком случае они не сделали бы славными, потому что если бы они не испытали никакой скорби, ни бедности, ни гонения, ни притеснения, то благодать Божия не проявилась бы в них так, прожили бы в бездействии и безпечности, а теперь Христос благоволил, чтобы не благодать только просияла, но обнаружилась и доблесть учеников, дабы впоследствии кто-нибудь не стал говорить, что они не привнесли ничего от себя самих, но все совершилось по мановению Божию. Конечно, Бог мог до конца сохранить их при таком изобилии, но Он не восхотел этого по многим и необходимым причинам, о которых мы часто говорили, любви вашей. Одна именно та, о которой мы сейчас сказали, другая, не менее важная, та, чтобы они научились быть скромными, и третья та, чтобы им не воздавали славы больше, нежели какая следует человеку. По этим и по многим другим причинам, попустив им подвергаться многим неожиданным искушениям, Он не восхотел оставить их под строгостью прежнего закона, но смягчил и облегчил суровость того любомудрия, чтобы жизнь для них не сделалась тяжкой и невыносимой, если бы они часто были оставляемы в опасности и принуждены были хранить под строгий закон. Впрочем, так как этот неясный предмет надо бы объяснить, то необходимо сказать и следующее. Сказав, если кто имеет мешок, да возьмет, так же и мех он превосокупил, а у кого нет, тот пойдет, продаст одежду свою и купит меч. Что это значит? Не вооружает ли учеников тот, который сказал, всякему, кто ударит себя в правую щеку, обрати к нему и другую? Тот, который заповедал благословлять злословящих, терпеть оскорбления, молиться за гонителей, потом вооружает учеников и притом одним мечом? И какой был в этом смысл? Если бы непременно нужно было вооружить, то надлежало бы снабдить не одним только мечом, но и щитом, и шлемом, и латами. Подлинно, если бы он намеревался устроить это по-человечески, то кому не показалось бы смешным такое повеление? В самом деле, хотя бы они взяли бесчисленное множество такого оружия, и тогда 11 человек, что значили бы перед такими нападениями и кознями стольких племен, властителей, городов и народов? Могли ли бы они выслушать голос ржущего коня? Не пришли ли бы они в ужас при одном виде войска, будучи воспитаны на озерах и реках, и малых ладьях? Для чего же он говорит это? Для того, чтобы указать на козни иудеев, и на то, что они намереваются схватить его. Но ясно он не хотел сказать этого, а сказал прикровенно, чтобы опять не смутить их. Подобно тому, как слышат слова его, то, что слышите в уши, проповедуйте на кровлях, и что слышите во тьме, говорите во свете. Матфея 10, 27. Ты разумеешь не то, будто он заповедует оставить улицы и площадь, и проповедовать на кровлях, потому что не видно, чтобы ученики делали это. Но слова на кровлях и при свете выражают смелость. А слова в уши и во тьме означают то, что вы слышали в малой части вселенной, и в одной стране, Палестине, возвещаете по всей земле. Ни во тьме и ни на ухо в самом деле беседовал он с ними, а сейчас и на высоких горах и в синагогах. Так надо бы разуметь и здесь. Поэтому, как там, слыша о кровлях, мы разумели иное. Так и здесь, слыша о мечах, мы будем разуметь не то, будто он повелел приобресть мечи, но то, что мечами он выражает угрожающие козни, и что ему предстоит потерпеть от иудеев то, что он потерпел. Это видно из дальнейших его слов сказать. Сказав, да купите меч, он предсокупил, ибо надлежит исполниться всему написанному о мне и к беззаконникам причтен. Когда же они, не поняв сказанно, отвечали, вот здесь два меча, то он говорит, довольна. Между тем, этого не было довольна. В самом деле, если бы он хотел, чтобы они пользовались пособиями человеческими, то не только двух или трех, но и ста мечей было бы недовольно, а так как он не хотел, чтобы они пользовались пособиями человеческими, то и два меча были излишни. Впрочем, он не объяснил этой прикровенной речи. Так, мы видим, он и часто делал. Когда не понимали сказанного, то он оставлял и опускал это, предоставляя последующим событиям объяснение сказанного. То же он сделал и при другом случае. Беседуя о своем воскресении, он говорил так. Разрушьте храм все, и я воздвигну его в три дня. Однако ученики не поняли этих слов. А что они не поняли? На это указал Евангелист, сказав, когда воскрес Иисус, тогда поверили ученики словам Его и Писанию. И опять в другом месте. Ибо они знали, что Ему надлежит воскреснуть из мертвых. 196. Впрочем, вопрос решен достаточно. Обратимся к остальной части приветствия. Итак, что же сказано и от чего мы дошли до этого? Мы увлажали Прескилу и Акилу за то, что они жили вместе с Павлом. Что они тщательно изучали в нем и род одежды, и вид обуви, и все прочее. Отсюда родился у нас тот вопрос. Именно. Мы исследовали, почему, тогда как Христос повелел не иметь совершенно ничего, кроме одной такой одежды, апостолы оказываются имевшими и сапоги, и филонь. Затем было доказано, что употребляя это, они не нарушали закона, а напротив, точно соблюдали его. Мы говорили об этом не для того, чтобы поощрять вас к умножению богатства, или побудить к приобретению большего, нежели сколько нужно, но чтобы вы могли отвечать неверующим, которые насмехаются над нашим учением. Христос, отменив прежний закон, не заповедал иметь ни домов, ни рабов, ни лож, ни серебряных сосудов и ничего другого подобного, но только освободил нас от требований прежде сказанного. И Павел так увещевал. Имея пищу и одежду, говорит он, будем довольны. А то, что превышает нужду, надо бы и сдерживать на нуждающихся, как и поступали те, Прескилла и Акилла. Поэтому Павел и хвалит их, и прославляет, и воздает им величайшую честь, сказав, приветствуйте Прескиллу и Акиллу, сотрудников моих, Господи. Он предсокупляет и причину такой любви. Какой же именно? Которые о душе моей, говорит он, свою готовы были положить. Так-то за это, может быть, скажет кто-нибудь, ты любишь и приветствуешь их. Конечно, потому что, если бы даже одно это было, они достойны были бы похвалы. Кто спас военачальника, тот спас воинов. Кто избавил от опасности врача, тот возвратил здоровье больным. Кто укрыл от бури, кормчиво, тот охранил от волн целый корабль. Так и те, которые сохранили учителя Вселенной и пролили кровь свою для его спасения, стали общими благодетелями Вселенной, своей попечительностью об учителе, доставив спасение всем ученикам. А дабы ты знал, что они не только в отношении к учителю были таковы, но и в отношении к братьям оказывали такую же попечительность, выслушай дальнейшее 16.4, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь. Что говоришь ты? Кинотворцев, бедняков, ремесленников, у которых нет ничего, кроме необходимой пищи, благодарят все церкви языческие. Какую же пользу могли принести эти двое столь многим церквам? Какое имели они обилие богатства? Какое величие власти? Какое дерзновение предначальниками? Обилие богатства и силы пред властителями они не имели. Но что важнее всего этого, они при избытке имели благородное усердие и душу, готовую на опасности. Поэтому они и сделали с благодетелями и спасителями многих. В самом деле, не столько могут принесть пользы церквам люди богатые, но малодушные, сколько бедные, но великодушные. Пусть никто не считает этих слов странными. Это верно и подтверждается самыми делами. У богатого много поводов потерпеть вред. Он боится за дом, за слуг, за поля, за сокровища, как бы кто ни отнял у него чего-нибудь из этого. Кто владеет многим, становится рабом многого. Напротив, бедный, как человек свободный и чуждый всех этих поводов, есть лев, дышащий огнем, имеет душу отважную и, отрешившись от всего, легко делает все, что может принять пользу церквам. Хотя бы нужно было обличить, хотя бы укорить, хотя бы потерпеть множество бедствий для Христа. Однажды, пренебрегши настоящей жизнью, он удобно и с великой легкостью совершает все. И чего, скажи мне, бояться ему? Чтобы кто-нибудь не отнял у него сокровищ? Но этого нельзя сказать. Чтобы не лишиться Отечества? Но вся Поднебесная, город для него? Чтобы кто-нибудь не уменьшил и его наслаждение и охранной стражи? Ну, отказавшись от всего этого, он имеет жительство на небе и стремится к будущей жизни. Хотя бы нужно было отдать самую душу и пролить кровь, он не откажется. Поэтому такой человек и сильнее, и богаче властителей, и царей, и народов, и всех вообще. А чтобы ты убедился, что эти слова не лезть, но что действительно люди, ничего не имеющие преимущественно перед всеми могут говорить свободно. Посмотри, сколько богатых было во время Ирода! Сколько сильных! Но кто выступил на середину? Кто обличил тирана? Кто защищал оскорбляемые законы Божии? Из богатых никто! А бедный и нищий, не имеющий ни ложа, ни стола, ни крова, житель пустыни Иоанн, этот один и первый со всей смелостью обличал тирана, обнаруживал прелюбодеянный его брак и в присутствии, и вслух всех произносил осуждающий его приговор. Также прежде него великий Илья, не имевший ничего, кроме милоти, один с великим мужеством обличил нечестивого и беззаконного Ахава. Так ничто не дает такой смелости в речах, не располагает быть отважным во всех бедствиях, не делает столько непобедимыми и сильными, как тот, чтобы не иметь ничего и не быть связанным ничем. Поэтому, кто хочет приобреть великую силу, тот пусть полюбит бедность, пусть притирает настоящую жизнь, пусть считает за ничто смерть. Такой человек, не только больше богатых и начальников, но и самих царей, в состоянии будет принести пользу для церквей. Цари и богатые, что они делали бы, делают посредством денег. А такой человек часто совершает многое и великое и посредством опасности и смерти. Чем кровь драгоценнее всякого золота, тем жертва последняя важнее первой. 198. Таковы были эти гостеприимцы Павла и Прискила и Акила. Они не имели изобилия в имуществе, но имели душу богаче всякого богатства, ожидая смерти каждый день, провождая жизнь среди убийств и крови и постоянно испытывая мученичество. Оттого наши дела в те времена и просветали, что так ученики с учителями и так учители с учениками были соединены. Ведь не об этих одних, говорит Павел, но и о многих других. Так в посланиях к евреям, фессалоникийцам, галатам он свидетельствует, что все подвергались многим искушениям и объясняет в посланиях своих, что они были гонимы и сгоняемы из отечества, лишаемые имущества и терпели бедствие до самой крови. И вся их жизнь была подвижническая. И однако они не отказывались бы отдать на отсечение самые члены свои за учителей. Так в послании галатам он говорит «Свидетельствую вам, что если было бы возможно, вы очи свои исторгли бы и отдали мне». Галатам 4.15 И Пафродита, бывшего уколосяном, он хвалит за то же, когда говорит «Болен близ смерти, но Бог помиловал его, чтобы не прибавить и мне скорбь на скорбь». Филиппийцам 2.27 Это сказал он, выражая, что поистине он скорбел бы о смерти ученика. Также и добродетели его он открывает перед всеми в словах «За дело Христово был близок к смерти, подвергаясь опасности и жизнь свою, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне». Филиппийцам 2.30 Кто может быть блаженнее их и кто несчастнее нас? Они и кровь, и душу свою отдавали за учителей, а мы часто не решаемся произнести и простого слова за общих отцов, но слыша, как их злословят, поносят и свои и чужие, не заграждаем уст говорящим, не удерживаем, не укоряем. О, если бы сами мы не были первыми их отцов-поносителями! Теперь даже от неверующих нельзя слышать таких злословий и порицаний, какие против начальствующих произносятся теми, которые, по-видимому, принадлежат к верующим и соединенных с нами. Нужно ли после этого исследовать, отчего произошла такая беспечность и такое нерадение благочестия, когда мы так враждебно расположены к нашим отцам? Нет, подлинно нет ничего, что могло бы так расстраивать и разрушать церковь, и лучше нет ничего другого, что могло бы так легко делать это, как то, когда ученики с учителями и дети с отцами и подчиненные с начальниками не соединены весьма тесно. Кто злословит брата, тот устраняется от чтения божественных писаний. Для чего берешь завет мой в уста твой, говорит Бог, и потом, приводя причину, прибавляет, сидишь и клевещешь на брата твоего, Солом 49,16, а ты, осуждая духовного отца, считаешь себя достойным входить в священные преддверия, с чем это сообразно? Если злословище отца или мать наказывается смертью, исход 21,17, то какого достоин будет наказание дерзающей злословище того, кто необходимее и важнее родителей? И он не страшится, чтобы земля, развершись, совершенно не поглотила его, или молния, не спадшись выше, не сожгла хульный язык его? Разве не слышал ты, что потерпела сестра Моисея, когда стала говорить против начальника, как она сделалась нечистую, подверглась проказе, испытала крайнее бесчестие, и, несмотря на то, что брат ее молился и преподал к Богу, не получила прощения. А между тем она положила при реке этого святого, заботилась об его воспитании, вначале содействовала тому, чтобы мать сделалась его кормилицей, чтобы дитя не было воспитано на руках и на племенников, а впоследствии предводительствовала сонмом женщин, как Моисей сонмом мужей, и вместе с ним переносила все бедствия. И хотя была сестрой Моисея, однако ничто не помогло ей избежать гнева Божия за ее злословие. И Моисей, который умолил Бога за такой народ после невыразимого его нечестия, и он, преподая и прося прощения сестре, не мог умилостивить Бога, но еще услышал сильную укоризну, чтобы мы знали, как велико зло порицать начальников и осуждать жизнь других. Подлинно в тот день будущего суда Бог будет судить нас не только за то, в чем мы грешили, но и за то, в чем осуждали других. И часто грех, легкий по своему свойству, делается тяжким и непростительным от того, что согрешающий осуждает другого. Может быть, слова эти не ясны? Постараюсь поэтому объяснить их. Согрешил кто-нибудь и строго осудил другого, совершившего тот же грех. За это в тот день он подвергнется наказанию не такому, какого требует свойства греха его, но больше, чем в двойному и тройному. Потому что Бог назначит ему наказание не сообразно с тем, в чем он сам согрешил, но за то, что строго осудил другого, который согрешил в том же. А что это справедливо, я еще больше объясню, как обещал вам, из бывших примеров. Фарисей, хотя сам ни в чем не согрешил, жил праведно и мог указать много своих добрых дел, когда осудил мытаря, хищника, корыстолюбца и беззаконнейшего человека, подвергся такому осуждению, что его ожидает наказание больше, чем какое следовало этому. не согрешить. «Ибо ибо каким судом судите, сказал Господь, таким же судит и вас». Матфея 7,2, 200. Поэтому я прошу, убеждай и умоляю, отстать от этой дурной привычки. Священникам, о которых говорим худо, мы нисколько не повредим, не только тогда, когда говорим ложь, но когда и правду. Так и фарисей нисколько не повредил мытарю, но еще принес ему пользу, хотя говорил об нем правду, а самих себя мы подвергнем крайним бедам. Так и фарисей вонзил меч себя самого и отошел, получив смертельную рану. Итак, чтобы и нам не потерпеть того же, будем удерживать невоздержанный язык. Если фарисей злословивший мытаря не избег наказания, то мы злословие отцов своих какое будем иметь оправдание. Если Мариам однажды позлословившего брата подверглась такому осуждению, то какая надежна спасение нам, когда мы каждый день осыпаем начальствующих бесчисленными злословиями. Пусть никто не говорит мне, что то был Моисей, ведь я могу сказать, что то была Мариам. Впрочем, чтобы ты ясно понял и то, что хотя бы священники даже подлежали осуждению, и тогда ты не имеешь права осуждать их жизнь. Послушай, что говорит Христос о начальниках иудейских. На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Все, что говорят вам делать, делайте, но по делам их не поступайте. Матфея 23.2 Что может быть хуже тех, ревность которых губила учащихся у них? Однако, несмотря на это, он не лишил их достоинства, не сделал презренными для подчиненных. И весьма справедливо. В самом деле, если бы подчиненные получили такую власть, то мы увидели бы, как они всех лишили бы власти и свергли бы седалища. Вот почему и Павел укорив иудейского первосвященника и сказав «Бог будет бить тебя стена подбеленная, ты сидишь, чтобы судить меня». Когда услышал слова некоторых, останавливающих его, первосвященника ли Божия поносишь, то, желая показать, какую должно воздавать честь и уважение начальствующим, что сказал «Я не знал, что он архиерей Божий». Вот почему и Давид, застигнув беззаконного Саула, дышавшего убийством и достойного тяжкого наказания, не только пощадил жизнь его, но не позволил себе даже произнести против него обидного слова, и, приводя причину этого, сказал «Он помазанник Господень». 1 Царств 24.7 И не отсюда только. Но из других событий весьма ясно можно видеть, как далек должен быть подчиненный от того, чтобы исправлять дела священников. Так некогда при возвращении Киота, когда некоторых подчиненных, увидев его наклонившимся и готовым упасть, поправили его, подверглись наказанию на том же самом месте, будучи поражены Господом и пали мертвыми. Между тем они не сделали ничего худого. Они не наклонили Киота, а поправили когда он наклонился и готов был упасть. Но чтобы ты вполне убедился в достоинстве священника и в том, как непозволительно человеку подвластному, принадлежащему к числу мирян, исправлять такие дела, Бог умертвил их среди множества народа, великой силой устрашая всех прочих и внушая никогда не приближаться к недоступным предметам священства. В самом деле, если бы каждый под предлогом исправления худо сделанного стал присвоять себе достоинство священства, то никогда не было бы недостатка в предлогах к исправлению и все перемешались бы между собой так, что мы не разрешили бы ни начальника, ни подчиненного. Никто пусть не думает, будто я говорю это в осуждении священников по благодати Божией, как и вы знаете, они показывают великую честность во всем и никогда никому не подавали никакого повода к их осуждению. Но говорю для того, чтобы вы знали, что если бы даже вы имели дурных отцов и тягостных учителей, и тогда небезопасно и небезвредно было бы для вас хулить их и злословить. Если о родителях телесных один мудрый говорит, если разумом будет оскудевать имей снисхождение в тирах 3.13 так как что ты воздашь им за то, что они дали тебе, то тем более должно соблюдать этот закон в отношении к отцам духовным. И каждому должно осматривать и разбирать свою собственную жизнь, чтобы нам не услышать в тот день, лицемер, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а вот бревна в своем не чувствуешь. Матфея 7.3 так лицемером свойственно перед народом и в глазах всех целовать руки священников, касаться колен их, просить помолиться за них, имея нужду в крещении прибегать к дверям их, а дома и на площадях этих виновников и служителей таких благ для нас осыпать бесчисленными злословиями или сочувствовать другим злословищем. Если отец действительно нехорош, то почему ты считаешь его достойным веры служителем страшных таинств? Если же он кажется тебе достойным веры служителем таинств, то для чего ты допускаешь, чтобы другие злословили его, не заграждаешь их устах, не выражаешь своего неудовольствия, не приходишь в негодование, чтобы получить великую награду от Бога и похвалу от самих хулителей. Ведь они хотя бы были тысячекратно дерзкими, конечно, будут хвалить и одобрять тебя за твою заботливость об отцах. Напротив, если мы не будем делать этого, все станут осуждать нас, даже и сами хулители. Кроме того, прискорбно еще и то, что мы и там подвергнемся крайнему осуждению. Подлинно ничто так не вредит церквам, как эта болезнь. Как тело, ненадлежащим образом связанное по кровам нервов, испытывает много болезней и делает жизнь не в жизнь, так и церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество воин, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Чтобы этого не было, чтобы нам не прогневать Бога, не умножить наших бедствий, не навлечь на себя неизбежного наказания и не наполнить нашей жизни многими горестями, обратим язык наш благословению, будем каждый день разбирать нашу собственную жизнь и предоставив судить о жизни других тому, кто в точности знает тайное, будем сами осуждать собственные свои грехи. Таким образом, можно будет нам избегнуть и огня Геенского. Как те, которые разбирают чужие грехи, нисколько не заботятся о своих собственных, так те, которые боятся осматривать жизнь других, будут обращать великое внимание на свои проступки, а помышляя о своих грехах и каждый день осуждая их и требуя от самих себя наказания за них. Они будут иметь тогда кроткого к ним судью. Это и Павел выражает, когда говорит, если бы судили себя, то не были бы судимы с миром. 1 Коринфянам 11 31 Итак, чтобы нам избегнуть такого приговора, оставив все прочее, будем заботиться о собственной жизни, укращать помысл, влекущий ко грехам, располагать совесть к сокрушению и требовать от самих себя отчета в делах своих. Таким образом, мы можем облегчить бремя грехов, получить полное прощение, провести настоящую жизнь с удовольствием и сподобиться благ будущих, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Аминь.